ВЫБИТЫЕ СТЕКЛА Выбитые стекла, густой дым из окон, пожарные расчеты. Машины скорой рассаживают тех, кто успел надышаться ядовитым дымом. В бизнес-центре на Монастырской в 14.10 начался пожар. Андрей Карабатов и Злата Анкудинова в это время находились в здании. Он быстро вообще начался. Буквально мы спустились две минуты. И все, и вот такой черный дым повалил сразу. Вообще очень быстро все. Кричали, помогите, потому что дым-то черный был. Они выбили окно. Кричали, мы стояли внизу. Они начали, ну не начали, просто уже сказали, чтобы прыгали, чтобы не задохнуться там и все. Вот первое начало падать, видимо, это зацепилось и кувыркнулось, и упало уже и на голову, и на голову. И уже соскользнуло, и здесь не получилось у нас ее толком поймать, она упала на землю. А потом уже кто-то принес покрывало, уже остальных ловили на покрывало, удачно как бы падал. Вторая прыгнула, отскочила от этого, от настила, от навеса, и уже упала на покрывало. Как бы удачно все, ввезли их в грузинскую кухню. Всего двое человек выпрыгнуло, да? Двое выпрыгнуло, да, а третья девушка беременная. Ребята лестницу где-то там нашли, уже лестницу разложили, по лестнице спустили. С четвертого этажа, получается, девушки уже пожарные приехали и спускали. По вашим наблюдениям, сколько всего человек эвакуировано из здания? Человек, наверное, 30 при мне где-то вышли, пока мы спускались со второго этажа. Пока не приехала скорая, и пожарные спасали заблокированных огнем и дымом прохожие, те, кто успел эвакуироваться, и те, кто работают в соседних зданиях. На видео, которое записали очевидцы, видно, как мужчины, забравшись на козырек дома, ловят выпрыгивающих из окон людей. В трудной ситуации пермики проявили свои лучшие качества. В том числе, благодаря им в этот день обошлось без потерь. Было спасено 15 человек, эвакуировано 50 человек. К сожалению, различной степени тяжести получили травмы 4 человека. Площадь пожара составила 20 метров квадратных. Пожар происходил в танцевальной студии на третьем этаже. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Известно, что в этот же день у беременной девушки, которую, раздобыв лестницу, спасли горожане, родился ребенок. Теперь 17 января для мамы и малыша – их общий день рождения. Полина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта».